Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В браке 9 лет, сыну 9 лет. Вот какое значение вы придаёте мне, что в браке 9 лет, сыну 9 лет? Ага, не отменяя того, что вы пишете дальше, хочется спросить, а что у вас общего с мужем? Что вас объединяло, что связывало, на каких основаниях вы устраивали отношения друг к другу? Что это были за основания, какие они были? Выгнал мужа из дома, не могу больше его терпеть вообще. Ну, вот такое достаточно яркое получается действие, да. Такой яркий получается поступок, вот. А является несомненно травматичным для вас тоже, что вы выгнали своего мужа. И для вашего ребёнка тоже, скорее всего, там, ну, такая травматичная, неприятная история. Тем не менее, у меня нет ощущения, вот, у меня нет такого ощущения, что вы, ну, грубо говоря, удовлетворены и довольны тем, что вы его выгнали. Да, я верю, что вы не можете его терпеть, я верю в то, что у вас много злости, я верю в то, что у вас есть обиды, много обид, это я верю, всё. Но, вот, мне не кажется, что есть только это, то есть, только негатив. Как будто бы есть ещё тёплые чувства какие-то тоже, которые, вот, вы подавляете, да, может быть, стыдитесь сейчас их и так далее. Может быть, конечно, и нет. Может быть, вы просто надеетесь, что ваш супруг изменится, исправится и станет лучше и будет соответствовать ожиданиям вашим, которые у вас есть. Вот, но в таком случае вы обрекаете себя и своего сына на то же проживание в кредит, как вот это сделал ваш муж. А, значит, в тринадцатом году набрал тайных кредитов для знакомых с работой на 300 тысяч, потом признал, что два года их платил. Это было довольно давно, почти 10 лет назад. Я так понимаю, что травму, которую вы получили в результате этого, вы до сих пор не прожили и не проработали, да, наверное, пока, наверное, так получается. Вот. Потом признался, что два года их платил. То есть сначала признался, а потом платил, так. Были скандалы, что мы вместе не жили. Но, опять же, это немножко странно, если мы вместе не жили, из-за чего скандалы, да? Вот. А какая ваша роль в скандале? Ваш вклад в скандалы какой? Вот. Извешите, пожалуйста, психологическую игру. Она так и называется, скандал. Посмотрите, это будет полезно. Съехались, как выплатил, пожили два года норм. Теперь, значит, определенная ситуация у него. А как эта ситуация связана, я вот не очень понимаю. То есть, ну, вы описываете определенное обстоятельство, да? А как эта ситуация вообще связана с вашим проживанием, вот? То есть, ну, предположим, там, у вашего мужа что-то происходит в жизни, да? Связано с его личным отношением, вот, к определенным событиям. Значит, к тому, что его беспокоят и прочее, вот. А как это, вот, влияет на вас? А у меня также, вот, сложилось впечатление, что, ну, скандалы и норм, не норм, а проживание зависит как-то от денег. Вот здесь. Мне вот вообще, в целом, интересно, вы какие чувства можете испытывать, вот, кроме обиды, да, кроме, вот, злости и так далее. Какие? То есть, вот. Когда вы пишете, что браке 9 лет и сыну 9 лет, вы имеете в виду, что ему 9 лет и браку 9 лет по состоянию на 23 год? Вот. Но ведь тогда, получается, если по состоянию на 23 год, то в 2013 году вы были еще не женаты, и ребенка не было у вас. Вот. Когда вы говорите, что вы съехали с мужем по ставку, как он выплатил. Вот. То есть, очень путаница, в крайней мере, аналогии здесь. То есть, вот. Вы с ним съехали с поставку, как он выплатил. А, что изменилось? Вот для вас лично, когда он выплатил кредиты, что изменилось, что вы решили, вот, съехать с ним. Вот. То есть. То есть, это, мне кажется, очень важный момент, потому, что, ну, наверное, если люди съезжаются, да, то, наверное, они что-то, что-то чувствуют, ну, друг-друг, условно говоря. Как-то, вот, по вашим словам, я бы сказал, что есть вот это ощущение такое, что вы, к своему мужу, испытываете какие-то очень теплые чувства, либо у вас много обид на него, которые до сих пор не прожатый, но тогда не очень понятно мотивация съезжаться. Да. Вот. А вы пишите, что он не получил штраф на 100 тысяч, заплачено. Вот. Пишет дальше. Вот. Не слышит, что надо прекратить. Ну, а не кажется ли вам, что это его какой-то выбор? его какое-то решение, его, ну, как правление своей жизнью. То есть у меня такое ощущение, что вы как-то вот требуете, чтобы муж был таким, каким вы хотите его видеть, решая при этом свою собственную проблему, ну, например, проблему тревожности, или проблему полноценности, проблему нормального, или какого-то еще одного нужно увидеть. Вам нужно увидеть, что здесь вы занимаете позицию над позицию родителя. Вот. И, соответственно, если в отношениях один человек занимает позицию родителя, то другой человек занимает позицию ребенка. Что в этом происходит с вами? Ваш муж занимает позицию ребенка. И все было бы неплохо, если бы вас позиция родителя устраивает. Такая отношения, где один партнер родительный, другой партнер ребенка, они есть, и в них могут люди, ну, как бы, счастливо жить, но это не ваш случай, потому что вам вот тяжело. Обида произошла огромная, не прощена, теперь вот уже достала, теперь вот это тоже достала. Обида произошла огромная, не прощена. Опять же, с обидой не наработать, потому что, я повторюсь, у нас не был, у нас не было детей, судя по всему, ребенка не было. И, если я правильно понял, что ребенок появился на второй год, как муж выплачивал кредит, при этом вы говорите, что вместе вы не жили. тут у вас противоречие на противоречие. Возможно, есть эмоциональная зависимость от вашего мужа. Вот. Неужели всю жизнь так я косяки терпеть придется, долго играющая, не могу больше этого делать. Но не делайте, не терпите. Если вам не нравится, вы можете развестись. как себя вести с ним, как себя вести и для чего. Чтобы он поменялся, никак. Люди не меняются, либо принимаются его, либо нет. У меня есть ощущение просто, что вы требуете от себя его терпеть. Я не очень понимаю для чего. В данном случае. Поэтому, прежде чем думать о том, как себя вести, вам нужно в себе разобраться, да, и тогда уже, я думаю, более четко будет у вас позиция, более четкую модель поведенческую вы сможете выстраивать с человеком. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего доброго. Удачи!